и снова здравствуйте всем привет и так вот сварганил я значит главную героиню вроде неплохая можно прическу и подлиннее сделать там не знаю с каким-нибудь значит здесь чтобы коситься какая-то была ну в принципе выглядит вот таким образом все рик настроил можно значит здесь ей управлять записывать какие-то анимации так вот раз от глаза все водятся рот закрывается брови веки закрываются ну словом все нормально что хотелось бы сделать смотрите есть трагическая история допустим ранение главного персонажа без разницы до кого с мужиками чуть попроще там упал и короче ну максимум кто к тебе там подойдет возможно да там ну как ты братан а женщинами тут обстоит вот такая ситуация смотрите вот ее нужно поднять донести куда-то положить ай-яй-яй короче сопли и трагическая история так есть вот такая анимация да кто ее будет нести значит будет нести главный герой но его пока нет я его пока не придумал как он будет выглядеть какой типаж у него должен быть да так значит будет ее нести пока негр надо попробовать вот эту анимацию как это все происходит так заходим файл опыт находим нашего индейца вот заодно я вам индейца покажу вот так выглядит значит персонаж тут вот единственный вопрос значит если как в играх сделано в старых то вот это вот штука вот которая у него висит она короче цельная отдельная анимации для нее нигде я не видел вот эта тряпка ее можно тряпку сделать отдельно добавить на нее кости будет конечно интереснее гляньте я ему тут наколку еще засобачил на всю спину нормально вроде бы так вот такой у него фейс лица нормально так погнали теперь что заходим в облик мод находим файл линк и линкуем сюда нашу гражданку десктоп это баба на дикий запад так коллекция коллекция так вот видите что гражданка у нас чуть большевата насколько она должна быть такая нормальная даем ставим на вот этот кадр у нашего персонажа тут значит анимация бегая бежать он в принципе не должен все это дело мы удалим так вот что мы можем сделать выбираем нашего персонажа значит ос мод семерка на нампаде и давайте пусть он стоит наверно так развернем и нашу линкованную сцену нашу гражданку семерка на нападе сделаем r как так что-то она какая-то у меня маленькая где-то вот так она должна быть наверно так и так 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 ну где-то так вот теперь выбираем нашего персонажа даже нет наверно на еще больше должно быть вот как-то вот а теперь выбираем нашего персонажа и заходим в постмод первый кадр g так а любить двойка как ты и будешь держать это же шиздец дам вот это уже сложная штука я это дело опять же повторю сделаю первый раз значит у него перекручена рука но это само собой да значит так перетянута у него значит вес тела чуть-чуть подведем значит ближе к нашим наши гражданки так вот эта рука у него тоже перекручена и значит рука должна быть вот здесь так еще больше перекручиваем руку как это значит джи значит теперь опа непростая этакая задачка гражданочку поносить так значит так джи сюда ровно я думаю он не должен быть ну что ж он чуть-чуть должен наклонен быть тут позвоночник тоже наклонен так ключицы семерка на нампаде R поданы вперед все таки тяжело пацану должно быть так теперь значит джи рука идет под ее руку и семерка на нампаде значит она R загибается ну как то так то да так тут потом пальцы под зажму так смотреть он должен на нее однозначно так да и вот какой вопрос сильно далеко он да он должен как то поближе здесь хвататься вот к самой вот этой гражданке так и значит стройка на нампаде все таки наверное он должен быть повыше вот а и прописка так смотрим теперь покадрово так что она вообще делает опа здесь уже как то не интересно да а он ее должен так значит он ее должен как бы положить наверное G так так это значит R и G двигаемся вперед не гадаю это как он как у нее так ноги задрались да а подождите что то я вообще не пойму так вот он ее держал теперь здесь он должен наверно как то переступить это дело да значит G так так и нет на эту ногу должен быть напряж так проще ее самому что ли написать вот готовые анимации это так так да G D 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 перекручиваем значит ногу ему ногу ему переставляем да ого куда же как таз перекручивать G непонятно ну давайте экспериментировать не гадаю ноги у него есть это каким большим он должен быть чтобы у него рука сейчас оказалась значит G вот тут а да R так а ну как G R да нет рука должна быть где то тут а вот тут а должна быть эта рука так эта рука должна быть так это она соскальзывает да значит R тут а уже подписка ладно найдем какой нить кадр еще значит да так значит здесь он на ноге уже должен перекрутиться а ну-ка R голова семерка на нампаде опять же на нее рука я даже не представляю как он так должен ходить так а ну-ка G оставил ногу а и перекрутка потом значит потом значит здесь он чуть-чуть должен значит как бы присесть вместе с ней да а и ну да вот раз как бы так так и потом в принципе вот этого и достаточно а ох ё так а ну-ка что тут у нас ну все он вроде бы вот смотрите вот он ее держит вроде раз она там опа он ее вот вот на этом кадре еще нужно ногу переставить а ну-ка когда вот эту ногу здесь мы удаляем делит на этом кадре значит G персонаж приподнимается нога уходит его на расширение а и а то можно даже и не трогать эту ногу сразу его так в позу поставить с первых кадров так вот эту ногу еще shift D значит на первый кадр так когда вот эта нога не передвигается а ну-ка так раз сразу вот они упоры пусть он сразу на упорах стоит так что он теперь должен сделать и с ней двигаться дальше а ну-ка мотаем это дело значит тут он приседает чуть-чуть и лакрот так здесь он значит ctrl z руками вот с этими руками он должен так а ну-ка что он должен сделать сделать а ну-ка если R а И чуть-чуть наклониться к ней наверно здесь он должен уже делать с ней разворот да давайте раз на 55 так где он ее должен ложить на 70 на 70 так так здесь мы сейчас сделаем такую штуку он должен перекрутиться перекрутиться семерка на нампаде а ну-ка R он перекручивается а ну-ка G перекручивается у него семерка на нампаде нога 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 уходит чуть в бок персонаж значит подается тоже как бы к ней да вот так раз так а ну-ка ну у него должен быть упора то есть упадет пацан Йохан и Валет так как рука тут пальцы еще надо будет потом заанимировать короче рука одна заходит вторая рука G тоже держит держит персонажку эту угу подмышку ее теперь угу угу G колено относится таз чуть-чуть значит ослабляем вот так на вытянутые как бы руки напрягся пацан да а и прописка так ну с этой ногой тоже что-то нужно делать да семерка на нампаде она тоже как бы должна чуть-чуть раз и возможно чуть-чуть подтянуться так и значит чуть-чуть колено в эту сторону а и прописка так тогда вот эту ногу вот отсюда мы удаляем так все она прошла да так сначала у нас поворачивается вот эта нога вот а эту вот досюда а эта нога тогда здесь что она делает угу стоит повернулась нога и тогда эта нога подходит сюда колено разворачивается и нога семерка на нампаде немножко докручивается а а и прописка так какая анимация так куда ты так крутишься нифига себе у нее 0 так семерка а ну-ка r g это нога семерка на нампаде r g таз семерка на нампаде r И с руки АЛТ, 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 Р АЛТ, АЛТ, Р Ну, это вообще жесть Так, это, это рука, это рука Вот она рука Так, Р наклон У него должна нога Аж вот тут вот стоять Нифига себе Это где ж такие спортсмены На такую растяжку Или великан, наверное, ложат Ну тогда да, ему шанс Один шаг и в принципе Что, уже положил Да Так, а ну-ка Что это такое Где тут рука А ну-ка А, И, а ну-ка Ну здесь понятно Мягкий довод Его еще можно как-то сделать Да Семерка на нампаде А ну-ка Ну вот я доводку сделаю Перекрутку ему Так, Джи тут как-то еще раз здесь я еще понимаю здесь семерка на нам падить можно еще ногу больше докрутить вот так и значит G ногу он отводит значит G приподнимается эта нога тоже значит перекручивается а и и здесь где-то он должен приподняться но он вообще видите не поднимается так одну покадровку удалим так вот здесь вот давайте конечность сразу выберем все вот здесь он ее должен положить но в принципе по ноге-то я попал но она уже здесь творит чудеса он должен значит теперь ногу эту как бы отодвинуть семерка на нампаде R таз у него должен выровняться эта нога должна значить G G значит R перекрутиться колено должно у него выровняться назад таз еще значит G он приседает здесь у нас значит ноги G загибается ногам 1 мне 2 так эта нога значит G G Alt R а эта нога должна стоять у него на колени получается гляньте насколько наш персонаж углубился значит в пол так теперь блин это что за такие гибы у него должны быть а ну-ка давайте отведем его подальше вот сюда раз так допустим да и мягко на нампаде G как-то так-то теперь он должен к ней немножко повернуться так голова должна у него на нее смотреть постоянно он же ее все-таки спасает и вот эти все позвоночники у него должны вот так должны быть а это значит ниже ах еди то это проще сразу на ну так снять что он ее ложит так G так вот это колено его на должно быть вывернуто почти вот сюда куда-то да и тогда у него ключица должна быть а ну-ка перекрутка так теперь у него вот это таз значит не таз а ну-ка ну пусть таз подается а ну-ка R и теперь а значит G R кисть переносится вот сюда рука становится чуть пониже G а ну-ка R ключица позвоночник R в эту сторону все рука ослабилась все он ее песец как он ее спас так вот эта нога у него да это значит R и значит G должна быть где-то вот тут да на растяжке вот так вот раз и на полу стоять коленом так а и локрот и вот он у нас есть ползун видите вот он персонаж ползет ну это колено еще нормально раз и а вот эта нога вот эта нога сразу должна стоять там где она и присядет так а ну-ка а ну-ка семерка на нампаде делаем R на G так здесь он должен наверное еще как бы стоять как он еще должен себя вести так G рука должна быть где-то где-то тут должна быть у него рука так ну раз рука то он должен значит перекрутиться к ней так и таз чуть-чуть значит вот так вот она вообще не естественно лежит так низко в такой позиции положить ну я думаю нереально ты как-то ее к себе притягиваешь и как бы с ней сначала садишься она как бы все равно упирается тебе на колени а скалин ты ее потом уже ну как бы опускаешь на землю ну это шиздец а и и получается так ну здесь еще ладно раз он как бы ладно еще перепишем значит G G раз поднимает допустим здесь даже не поднимает а ну-ка при таком весе ногу поднять да он ее как бы вот так вот раз и должен на пятке он ее перетащить так и значит он поближе должен тут быть к ней так это значит R это значит G семерка на нампаде позвоночник еще перекручим таз какой-то не получается вот эту ногу а ну-ка тройка на нампаде смотрим что тут происходит так здесь вот так он стоять в принципе может видите сзади тройка на нампаде вроде бы он так не должен стоять да ну а тут вроде бы нормально так раз нога пошла и вот он начал видите скользить так вот эту ногу значит G повыше так R таз G R позвоночник R и значит еще больше он как бы к ней приливается это это какой-то я говорю проще самому записывать вот такие вот анимации так потому что вы видите она далеко ушла но это под какой рост должна быть вот это ну а так она в принципе чуть пусть выше его вот нормальный рост и значит вот эта нога семерка на нампаде здесь она уже должна закручиваться а и прописка тройка на нампаде ноги повыше персонажа повыше здесь он уже должен на вытянутых как бы быть да ну вот так как бы как теперь плечо нет это значит сюда подается что у него тут еще значит ключица так а что если ключицу просто приподнять а припустить допустим вот вот так еще как бы можно обыграть да здесь тоже ключицу тоже опускаем расслабить руки так вот здесь значит жизнь рука может уйти как бы спрятаться да тут пальцы подсогнуться эта рука уже может в принципе не функционировать а видите рука должна вот у него рука сейчас должна быть под ее подмышкой и получается как у него может оказаться рука под его под ее ногами и под подмышкой это если он гигант а она карлик ну на такую растяжку это это зима лето да давайте а и прописка тогда вот этот кадр один удалим что тут вообще получается что ты так смотришь ты это ши так есть вот она да опа и на этом кадре уже беспредел а ну-ка джи так и не лапы издержать а то забанить так и значит джи рука чуть-чуть сюда сейчас он тут на вытянутых будет с ней а ну-ка р джи там пальцы должны быть под коленями наверное ну где-то так да так что у нас с этой рукой тенты рукой у нас так чё там выбрал перекрутка так да рука должна быть прям наверно под спиной у нее вот так вот так ну пускай да ладно вот здесь он еще дотянется вот там так теперь как тут еще можно обыграть ну выберем допустим локоть джи вот локоть мы еще подберем вроде раз он там ее как-то там донес ладно а и так все поднимать я больше не буду в принципе он я должен положить правильно так вот он ее положил и значит раз он к ней там наклонился там р может уже выпрямиться допустим ну не совсем но если камню положил допустим или в какому-то седлу то в принципе пацан может и расслабиться уже так это значит значит колено джи нога ух ты у него нога тут завернута оказывается р вот а это нога у него должна уже где-то там и быть да вот так вот наверное а и потому что он садится и нога хочешь не хочешь на точке ты ее не удержишь она все равно как бы туда проскользнет правильно так что еще тут получается если у нее парочку кадров удалить и чуть-чуть ее анимацию подшаманить так ну все 10 раз так вот смотрите здесь вот можно сделать каким образом мы просто таз поднимаем и значит на нее вперед подаем так потому что ну опускает и у нее руки как бы в напряге они ну ослабляются да я так думаю да что у нее тут с ключицей так ключицу еще больше перекручиваем к ней эту тоже ключицу чуть припускаем а и подписка так вот здесь будет какая-то кака сто пудей да вот здесь мы имеем каку так вот идет перехлесть я теряю рук у нас так джи тут вопрос к чему он ее ложит вот как раз ноги видите у нее на бок падают ну по идее когда человек ложит на руках несет кого-то как-то тот человек должен как бы ближе к нему при ну прижиматься может я ее не с той стороны взял получается вот эта рука наверное должна быть на его плече да тогда все понятно так ну это понятно да что он так садится так давайте другой вариант но это он получается в другую сторону должен точно так же сделать да не вопрос мы сейчас все это попробуем обыграть да так а ну-ка это значит r как это r голова чуть-чуть наверное вот так вот а и не ну не не может такого быть рука у него висит если я сейчас под эту руку стану ну поставлю его персонажа то получится нет вот видите все правильно вот этот край он держит просто вот оно плечо под которое упор идет вот а это просто висит все правильно в эту сторону и анимация в эту сторону идет и так раз ну как вот быть с такими вот какими-то анимациями смотрите если вы делаете какую-то анимацию и камера у вас будет ну допустим как будет смотреть камера ну вот выберем ракурс да вот сначала он ее держит вот раз камера приближается и все потом весь акцент допустим на том что он ее опускает и в принципе ноги акцентрировать ну смысла не надо да так вот раз видите тут резкий какой-то переход нехороший да так ну здесь еще более-менее и то он ее уже должен по моему ну тут он ее и должен держать просто если он будет ее держать под задницу то не ну может ниже да вот сейчас давайте выберем руку и значит не обязательно показывать какие-то анимации что вот раз ты там допустим ноги у него там передвигаются правильно допустим не суть вопроса как говорится так раз вот здесь пусть он еще держит это еще ладно да так тут что у нас здесь вроде все нормально все она на предплечье лежит а а и прописка так не попал по кадру значит G состыкуем так этот кадр можно делить удалить тогда и вы видите что где-то чего-то тут я вообще не попадаю да вот он скольжение идет вот это его конечно можно убрать заанимировать там снять допустим на камеру на телефон как ты там опускаешься все нормально и все это дело повторить так ну здесь вот анимация мне вообще это это никак не интересно да так ну-ка потому что здесь вот переделывать вот почему я не люблю готовые значит анимации ну потому что чтобы сделать анимацию нужно знать под что она делается да допустим вот раз какое натяжение куда он ее несет где он на каком бугру стоит какой скале он ее уложит ну это все нужно короче желательно знать и получается что вот подправил чуть-чуть раз вот скольжение добавляете но здесь скольжение должно быть на определенную точку вот смотрите семерка на нампаде примечаем где у нас стоит нога вот она и вот эта нога видите тут еще скольжение получается вот на этом вот от семьдесят третьего да видите такого не должно быть вот это значит нога должна тут и стоять пропишем ее в shift D так это значит делит вот этот семьдесят второй кадр выбираем shift D и поставим как раз вот чуть-чуть значит на восемьдесят на восьмидесятый так видите у него закрут пошел но если этого закрута не будет вот смотрите сейчас выбирают допустим кадр вот этот удалю вот раз эту ногу он подтягивает да надо разобраться теперь вот с этой ногой все здесь он ее ладно отвел и тогда эта нога должна быть вот здесь на этой точке выбираем эту точку делаем shift D и ногу перетаскиваем на предыдущий кадр так Вова тогда shift D еще на этот кадр да вот уже у него какая-то фиксация пошла меньше скольжения ног так это нога вот теперь по этой ноге разбираемся но у нее должно быть скольжение ладно мы его оставим так все здесь он ее положил допустим и значит R так R, R, R так или что он сидит над ней что ли но вот раз все он ее положил все конец кадра все герой спас свою принцессу но тут еще в чем вопрос вот раз вот это вот раз он ее перекладывает еще раз он ее как бы смотрите он ее значит приподнимает выбираем какую позвоночную кость это он ее еще поправляет вот он раз так выбрали мы этот кадр раз вот эта нога сейчас пойдет к персонажу это значит R перекручивается и значит еще таз выбираем G G, 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 G ох, ё, как мне жалко этого пацана на эту растяжку да так нога опять же G R уже может перекрутиться уже может перекрутиться колено фиксируем на том же месте так теперь значит а нет ногу мы теперь перенесем поближе сюда вот так вот сделаем а и прописка так а тут что у нас кто-то там еще прописан так теперь и здесь смотрите он должен мужик мужик никому ничего не должен да так раз он ее хоп отодвигается и здесь значит ключицами попробуем только да раз там ключица поднялась так и эта ключица поднялась так и эта ключица поднялась рука тут и находится тут все хорошо вот с этой рукой чуть-чуть проблема да теперь он держит ее только за одну ногу да и ну короче пишем а потом будем шлифовать да получается раз он должен значит податься вперед вот сюда значит на нее как бы да G вверх приподняться так рука у него должна вот это тоже как бы под мышку ей подлезть так теперь семерка на нампаде башка у него должна смотреть на нашу гражданку значит позвоночник должен значит где-то тут перекривился да ого видите как задралась это штукенция вот ее наверное лучше делать отдельно ну в играх 90-х в принципе так все и было так вот таз так на эту ногу подаем если то эта нога должна быть уже поближе и колено должно быть так это кто у нас тут вот они колены да так уже должна быть к персонажу так да семерка на нампаде надо уже чуть-чуть персонажа значит а джи альтер джи альтер джи где он там ого я его тут покрутил да так и значит таз на месте а это тогда R подача вперед включится семерка на нампаде значит мы а ну-ка если мы вперед ее подадим у нас получится чуть-чуть значит выиграем расстояние так раз а и а ну-ка g так он тут еще долго ну-ка вот потом нога уходит назад таз подходит к ней прям вперед ок ё так это нога допустим так это нога у него джи джи и допустим на упор ему идет д и 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 создадим как бы любовную сцену да и создадим как бы любовную сцену да так ну пусть ну пусть на ботины или куда блин ее тут положить давайте чуть-чуть полапаем на она попал так перед смертью да а ну-ка таз так g выберем какую-нибудь косточку что-то у меня там позвоночник что-то я тут так вот перекрутил его как муку а кто как муку а и а и а а и 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 Так, пусть мяпа ему, значит, в плечо лучше упирается. Так, да. И тогда нога, вот с ногой вообще тут, да, непонятно, непонятки. Вот, и нога, наверное, всё-таки близковата. Так и пусть будет. И всё, трагическая любовная сцена. Так, чё у нас по локтям? Так, локаджи вводим подальше на выверден. Так, 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 а и прописка. Так. 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 так вот такой получился пока результат значит персонажа можно не проблема значит прописать свою эту анимацию именно так у меня там несет ложную опускает сколько там у нас кадров получилось 206 до 206 это пока раскидал я блок это не конечная анимация вот тут видите завал есть рука вот нужно руки шлифовать здесь раз ну на какие-то моменты на какие-то моменты если будет анимация вот именно где он там опускает именно вам на выбрать ракурс да вот у меня тут видите перекрутка нужно вот эту перекрутку еще устранить найти какой позвонок не перекрутился допустим вот раз или какой перетянулся короче тут проще эту анимацию самому значит сделать с двумя персонажами чем мы можно взять вот из этого какой-то кусок наверно и остальное дописать чтобы меньше вот этого кручения было чтобы он раз там пусть у коня у коня умерла у коня и лежи там после лежи успокойся на так вот раз в принципе для какого-то там сюжета можно ее пошлифовать тут добиться значит более-менее вот этих всех нужно блок есть уже понятно утра свете здесь она улетела вот значит здесь у нас у персонажа должна быть какая штука он должен быть приподнятом настроение да значит здесь нужно его раз приподнять ноги от завалились дать значит персонажа надо увести куда и значит тут же также подкорректировать значит руки где у него должны быть приблизительно да так а и вот уже здесь более-менее видите заполнился кадр вот если смотреть вот раз можно тут уже пошлифовать его раз вот здесь нужно добавить кадр это уже опуска допустим да там перекрутки его здесь вот раз он опускает здесь тоже добавить кадр его вот этого наклона допустим да джи еще больше допустим там опа и тогда руки встанут на свое место ключицы подкорректировать там где-то что-то подгладить опустить приподнять вот можно еще ключицу чуть чуть ниже опустить играйте ключицами побольше если у вас не хватает расстояние допустим до персонажа можно ключицу вверх-вниз поднимать ну как плечо да нормально будет а и так ну вот где-то такой и здесь вот тоже утра цвете тоже вот шлифовку тут нужно делать и не пойму почему вот эта рука наверное у нее легла на какую-то фигню на сток сена допустим но иначе я не понимаю вот а здесь она опустилась по идее если он ею держит под ту руку то он и никак он не может дотянуться до коленок допустим под щиколотки или насколько она должна быть карликом да ну словом такая значит проверка готовой анимации и под анимацию допустим делается анимация короче где-то вот таким макаром можно это все дело еще хорошо до шлифовать вот тут вот вопрос что чем вот это шлифовать проще снять когда двумя персонажами вот он ее берет и раз он ее допустим уложит да там куда-то ну с этой перекруткой полюбасу нужно разобраться так все всем пока до свидания вот такой был процесс понимания понимание 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 понимание